Приветствую, уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналов. Как я уже сказал, теперь у нас к роликам будут небольшие эпиграфы. К этому я решил эпиграфам сделать слова, мы опять встречаемся с капитаном Румбом и мальчиком на алим снегом, но теперь в других инкарнациях. Напоминаю также этот отзыв часть моей новой публицистической книги. Беррили Владислав Крапивин и Михаил Ахманов, членами тайного общества Диск. Она сборник моих отзывов на книги указанных писателей с учетом их возможной конспирологической составляющей. Предыдущий отзыв будет на конечной заставке. Вот как выглядит обложка книги. Электронную версию книги можно будет приобрести по ссылке под роликом. Рассказ Владислава Крапивина «Страна синей чайки» принадлежит к циклу его ранних рассказов. Из сборника «Мальчишки мои товарищи» ранние рассказы. И написан он был в 1957 году. Как он сам пишет предисловие и послесловие к рассказу. А у рассказа есть краткие предисловие и послесловие. Ему тогда было почти 19 лет. Несмотря на то, что рассказ написан, как я сказал, очень давно, опубликован был он относительно недавно. Он был опубликован в журнале «Уральский следопыт» в 1998 году. Вот как выглядит обложка книги. Но я полностью согласен с Владимиром Тавалаевым. Несмотря на то, что этот рассказ написан гораздо раньше диалогии сказки капитанов, по внутренней хронологии он, безусловно, является их продолжением. И нужно добавить, он еще и, как я уже сказал, о «Мальчике на Алле». И, видимо, это первый рассказ цикла об этом «Мальчике». Напоминаю его в «Я иду встречать брата». Зовут на Альсник. Действие рассказа происходит опять не в нашем хронопотоке, и даже не в том хронопотоке, где жили капитан Рум и Сундукер. Более того, действие происходит в «Стреле времени», достаточно от нас далекой. Если пользоваться терминологией Роберта Бартини, то действие происходит не на плоскости времени, а в объеме времени. География мира страны Синей Чайки не такая, как у нас. Она другая и очень неслабо другая. У нас нет морской страны Синей Чайки, которая, тем не менее, не остров, а полуостров, огорожена от нашего мира непроходимыми горами, и поэтому сношение с ней идет морскими путями. Кроме того, и история этого мира другая. Страна Синей Чайки очень могущественная страна, и, увы, страна далеко не хорошая. В ней сложился порядок, очень близкий к тому, который сложился у другого писателя, тоже члена диска. У Николая Носова, в Незнайкина у них. В этой стране фашизм, но фашизм, маскирующийся под обычный капитализм. Внешне это открытое общество, но на деле там установлена абсолютная фашистская диктатура. Диктатура промышленного магната Беррома Бахбура, который мечтает завоевать весь мир, и у него есть все шансы на то, что эти его мечты сбудутся. Время, в которое ориентировочно происходит действие поездя, это первая половина 21 века. Человечество уже на грани того, чтобы совершать межпланетные полеты, но этот магнат также тайно создает армию телеуправляемых роботов. И в этом мире также есть капитан Румба. Тот самый капитан, который в портфеле капитана Румба. Он легко узнаваемый, и ясно, что это инкарнация того капитана Румба. Напоминаю, тот капитан Румб жил в 19 веке. И есть в этом мальчике бездомный, скажем так, портовый мальчик, Наль, которым легко узнается Нальсник. Он живет за счет того, что перебивается в порту случайными заработками. И у него есть три верных друга, таких же бездомных портовых мальчиков. Все четыре мальчика очень любят капитана Румба, поскольку на его шхуне, как только она заходит в их порт, всегда находится для них работа, за которую он старается заплатить им получше, и это уже не раз спасало мальчишек от голодной смерти. Этот самый негодяй Берон Бахбур по стечению обстоятельств получает в свои руки чертежи невероятно мощного оружия, розового луча, которое изобрел один профессор. Очень хороший, но очень наивный человек. И единственная возможность не допустить того, чтобы весь мир стал фашистской диктатурой Бахбура, это выкрасть у самого могущественного человека в мире эти самые чертежи. И за задачу, непосильную для самых могущественных спецслужб и самых могущественных тайных организаций, берутся четыре простых бездомных портовых мальчика. И все это происходит на фоне того, что рабочий класс страны Синей Чайки начинает побуждаться. И в нем все сильнее коммунистические настроения. У Крапивина так и написано. Коммунистические настроения. В послесловии он признается, что тогда, в 18 лет, он еще верил в пролетарскую революцию. И верил в то, что она отдаст пласть хорошим людям, а не новым социальным паразитам. Жаль, конечно, что в рассказе не продолжена судьба героев пистолета капитана Сундукера, Генщика Бубенцова и Зои Иппалитовны. И не рассказано, как сложились судьбы двух встретившихся творцов миров. Но ранний рассказ Владислава Крапивина не становится от этого менее интересным. Я в 18 лет тоже еще верил в пролетарскую революцию. Более того, был курсантом высшего военно-политического училища. А позже стал замполитом. Или по старому комиссаром. Потом, конечно, пришло понимание, насколько же это сложно создать действительно разумно и справедливо устроенное общество. Равно как я, к сожалению, и хорошо понял, во что выродился коммунистический эксперимент в нашем хронопотоке. Но веру в то, что такое общество можно создать, я тем не менее не потерял. И все творчество Владислава Крапивина показывает, что он такую веру не потерял тоже. Безусловно, рекомендую рассказ к прочтению. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите в подсказке и на конечных заставках.